Добрый вечер. Это экспертное мнение в студии Александр Бабак. В республике приняли новую пятилетнюю программу по профилактике и лечению онкозаболеваний. В три раза увеличен бюджет программы. О том, какие мероприятия запланированы, говорим с нашим первым гостем. У нас на связи Алина Андреева, главный онколог Министерства здравоохранения. Алина Евгеньевна, добрый вечер. Верховный Совет принял новую пятилетнюю программу по онкологии. Можете рассказать, чем она будет отличаться от прежней программы? Ну, программа, государственная целевая программа по онкологии 2021-2025. Это уже четвертая программа, которая действует в нашей республике. Но действительно она отличается как по финансовой части, так и по мероприятиям. Из этой программы были убраны закупка диагностического и лечебного оборудования и завершение строительства специализированного медицинского учреждения, оказывающего помощь онкологическим больным. Эти два мероприятия будут выполнены из фонда и обеспечены, финансированы из фонда капитальных вложений. В основном, в принципе, те же программы, цели программы те же. Это внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, ранней диагностики, лечения и диагностики онкологических заболеваний. Особое внимание мы уделили обеспечению современного уровня лечения и реабилитации онкологических больных. Мы расширили спектр лекарственных препаратов, чтобы это лечение происходило в полном объеме, согласно стандартам оказания помощи, на которые мы опираемся. Стандарт Российской Федерации. Также внедрение современных противоопухолевых лекарственных средств. Мы сделали акцент на реабилитации и палеотильной помощи. То есть это помощь тем, тяжелым, умерщающим уже пациентам, которые специализировано лечение, не могут быть оказаны. Нам он достойный палеотильный уход, он должен быть обеспечен. Это тоже новшество, этого ранее не было. Также, если мы говорим о уровне диагностики, то это очень важно для постановки диагноза в той ранней форме, на которой мы можем обеспечить им полноценное, качественное лечение. Мы расширили спектр. Это будет усовершенствовано гистологическое исследование. Мы внедрили ему на гистохимическое исследование, без которого в современном мире очень тяжело поставить диагноз онкологического заболевания и обеспечить современное, своевременно персонализированное лечение. Ну а на чем сейчас в первую очередь нужно сконцентрировать внимание? У нас нет нужных лекарств, или может быть они дорогие, или недостаточно современного оборудования. Может быть специалистов нет, или их нужно дополнительно как-то обучать. Одним из мероприятий в этой программе это будет укрепление кадрового потенциала онкологической службы, повышение профессионального уровня медицинских работников по вопросам онкологии. Онкология это такая специальность, где достичь хороших результатов лечения пациента возможно только в комплексе. То есть, как я уже говорила, мы одни врачи-онкологи, мы можем мало что сделать. Поэтому вся программа основана, это комплекс мер. То есть без врача-гистолога, без врача-цитолога, без патанатома, без опытных диагностов, да, то есть лучевых диагностов, без МРТ, ультразвуковых исследований. То есть здесь для совершенствования онкологической помощи нужен комплекс мероприятий. Поэтому, наверное, существуют онкологические программы. То есть тут нужно от закупки оборудования до обеспечения, до совершенствования кадрового потенциала. Тут в комплексе должны быть все мероприятия для того, чтобы мы достигли тех индикаторов целевых, которые были перед нами поставлены. Это ранняя диагностика, это снижение смертности, это снижение инвалидности онкологических пациентов. Алина Евгеньевна, а можете рассказать, какая у нас сейчас ситуация с онкобольными? Сколько человек с этим диагнозом в Приднестровье? Статистические данные за 2020 год, понятно, мы будем подводить, январь 2021, скажу просто по данным на начало года, у нас 1,5 тысяч онкологических больных. Около 55% мы берем на первую-вторую стадии. К сожалению, каждый четвертый пациент выявляется уже в поздней стадии. Это третья по визуальным нозологиям или четвертая стадия в общей онкологии. Поэтому, конечно, есть над чем работать. Ну вот в онкологии важное место всегда отводится выявлению болезни на ранней стадии. А вот что нужно для этого сделать, чтобы пациент мог узнать о своем диагнозе тогда, когда еще болезнь поддается лечению? Ну, для этого существуют такие государственные скрининговые программы. Мы тоже их ввели в ГЦП в 2021-2025 годы. То есть мы постарались сделать акцент на трех таких скрининговых программах, когда выявляется онкопатология на доклинической стадии. То есть когда не пациент уже пришел с какими-то жалобами к врачу, и врач выявил, это будет в лучшем случае ранее. Первая, вторая стадия. На доклинической, на нулевой стадии выявляются во всем мире патологии молочной железы путем рентген-момографического скрининга. Это патология рак шейки матки путем цитологического скрининга. И это раннее выявление рака колоректального рака, рака толстой кишечника. Это путем анализа калма-скрытой крови. И мы тоже эти три скрининговые программы включили в эту государственную полевую программу. То есть цель диагностики, ранней диагностики этих трех мозологических единиц. А как это будет выглядеть? Вот люди из группы риска по возрасту или по иным каким-то критериям, вот они должны ежегодно проходить нужные исследования? Вот в идеале как должно быть? Да, то есть есть уже доказанная периодичность обследования. То есть, допустим, если мы говорим о рентген-момографическом скрининге, то женщины старше 50 лет проходят раз в два года рентген-момографию. Это если нет жалоб, если нет группы риска. То есть, допустим, если есть наследственная предположенность, или была травма в анамнезе, или какие-то гормональные сбои. Понятно, врач назначит с другой периодичностью проходить данное исследование. По выявлению рака шейки матки, тоже периодичностью с 18 лет, раз в три года женщина должна пройти это исследование. Есть уже утвержденный интервал, на который мы опираемся и назначаем только больной вид исследования. По сравнению с прошлой программой, заложен большой объем финансирования. Это 200 миллионов рублей, но на пять лет это в три раза больше предыдущих лет. Вот если удастся профинансировать в полном объеме, как это изменит печальную статистику онкобольных в нашей республике? Ну, конечно, полное выполнение программных мероприятий позволит создать эффективную и доступную схему оказания помощи нашим онкологическим больным. Это будут, конечно, другие показатели ранней выявляемости и, конечно, другие показатели инвалидности, потому что если лечение выполняется на ранней стадии, причем органов, сохраняющих операции, понятно, что это не приводит к инвалидизации и, соответственно, уменьшению смертности. То есть у нас основные показатели работы государственных целевых программ за наши целевые индикаторы. Это повышение выявляемости на ранней стадии, это снижение смертности, это снижение смертности до года и повышение показателя пятилетней выживаемости. То есть это те пациенты, которые живут пять лет и более с момента установки диагноза. Поэтому, конечно, вот это основные критерии эффективности работы программы при полном финансировании. Спасибо большое. Мы говорили о пятилетней программе, госпрограмме «Онкология». С нами на связи была Алина Андреева, главный онколог Министерства здравоохранения. Теперь к другой теме. Она приходит к нам с наступлением новогодних праздников, защитах хвойных насаждений. Какие мероприятия по защите этих деревьев пройдут у нас, расскажет Светлана Сариогла, старший инспектор управления милиции и общественной безопасности. Светлана Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Васильевна, вот сейчас по всей республике открываются елочные базары, но в поле зрения так называемых нерадивых граждан попадают хвойные деревья, растущие в парках, на улицах. Какие мероприятия по защите этих хвойных насаждений у нас пройдут в республике? Расскажите, пожалуйста. В целях обеспечения сохранности насаждений хвойных пород в преддверии новогодних и рождественских праздников планируется проведение следующих мероприятий. Это, во-первых, максимальное приближение как пеших, так и автомобильных патрулей и милиции, задействованного в обеспечении общественного порядка и местам произрастания насаждений хвойных пород. Далее, это, конечно же, проведение бесед профилактического характера с руководителем всех форм собственности, на территории, в которых прилегающие территории произрастают эти хвойные насаждения. Они непосредственно должны обрабатываться из висковой эмульсии и обеспечение их сохранности также силами их охраны ведомственной. Ну и, конечно же, это обеспечение сохранности праздничных елей, которые установлены уже в центральных частях населенных пунктов республики. И по согласованию с главами государственных администраций городов и районов они также будут убраться под охрану милиции. Ну вы уже сказали о том, что елки, сосны будут обрабатываться известью, большие деревья — это ветки, обработают маленькие деревцы, можно полностью. А как это отпугнет злоумышленников? Это безусловно отпугнет, потому что, во-первых, не каждый захочет нести себе в квартиру или в дом эту сосну или елочку, потому что она, когда обработана, поверьте, не очень у нее такой, скажем, праздничный вид. И это во-первых. А во-вторых, она, конечно же, от эмульсии отсыпается и оставляет следы. И такие случаи уже были в милицейской практике, когда следы из висковой эмульсии непосредственно вели от места происшествия прямо к дверям квартиры нарушителей. Ну давайте сейчас о нарушителях. Где чаще всего фиксируются такие нарушения? Люди обычно рубят хвойные деревья, елки, сосны в лесу, либо в посадках каких-то, или городская хвоя, вот она тоже может попасть в поле зрения тех, кто идет на это нарушение. Вы знаете, что невозможно достоверно-точно утверждать, что хвойные насаждения, произрастающие либо в лесах, либо в посадке, и, так скажем, вдали от людских глаз более повреждены риску, они могут быть срублены и непосредственно в центральных и людных городских районах. Поэтому со стороны милиции принимаются необходимые меры по охране насаждения как в местах произрастания населенных пунктов, так и в лесах и посадках, расположенных вдали населенных пунктов. Ну вот, допустим, хорошо, купил ты елку или ветку сосны, несешь ее домой и встретил сотрудников милиции. Как доказать, что это хвоя купленная, а не срубленная, сломанная где-то в парке или по соседству? На сегодняшний момент при покупке хвойных насаждений продавец обязан выдать покупателю талон с печатью. Если гражданин, имеющий при себе ель или сосну, не может подтвердить такой талон, то, соответственно, он, конечно, незаконно где-то ее срубил. Но либо он приобрел у таких же нерадивных продавцов. Но на каждое хвойное насаждение, реализуемое на территории Приднестовско-Молдавской республики, на сегодняшний день выдается соответствующий талон, подтверждающий законность его сруба и реализации. То есть продавец обязан выдать этот талон, иначе хвоя считается незаконной вырубкой? Да, 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 так есть. Светлана Васильевна, а расскажите, какое наказание предусмотрено за незаконную вырубку хвои? За незаконное повреждение либо сруб хвойных насаждений предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. Административная ответственность, это статья 8.25 Кодекса административных правонарушений, предусмотрена административная ответственность за незаконную порубку повреждения либо выкапывания деревьев или кустарников. Она предусматривает наложение штрафа на граждан в пределах от 920 рублей до 1840 рублей. Но если собственнику принесенный человек выше 200 РУМЗП, то тогда возбуждается уголовное дело. Ну да, наказание серьезное, штраф тоже. Надеемся, что не будет у нас таких неприятных случаев. Спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Я напомню, что мы говорили со Светланой Сариогла, старшим инспектором управления милиции и общественной безопасности. В конце года в республике традиционно выбирают десятку лучших спортсменов года. Этот год в плане спортивных выступлений был необычным, ну по понятным причинам. В любом случае наши спортсмены завоевывали медали и кубки на различных международных соревнованиях. И с нами на связи сейчас копьеметатель Николай Орлов, действующий чемпион России. Николай, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Николай, ну я уже сказал, год был необычный. Вот расскажите, каким он получился для вас. Все-таки больше хорошего или есть еще над чем работать? Честно скажу, для меня он был очень необычный. У меня все получилось очень спонтанно, очень удачно в спорте. Допустим, я уехал на сбор с самого начала коронавируса, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь, или февраль-март. Уехал на три недели. И так уж случилось, что границы закрыли, сбор распускают, и мне некуда ехать домой. Поэтому я поехал к другу в Кабардино-Балкарию, там тренировался, там подготавливался к чемпионату России, вели вместе совместную подготовку. И получилось так, что у меня не было 7-8 месяцев дома. То есть уезжал на три недели, а задержался на 7-8 месяцев. Ну вы сейчас говорите о сборах в составе сборной России, за сборную России вы выступаете. То есть это эти сборы? Да-да-да, конечно, все верно. В Адлере проходили сборы. Всех нас распустили, мы поехали по домам. Но я не мог поехать домой, потому что границы закрыли. И на самом деле все получилось очень красиво и удачно. Потому что я, во-первых, очень много где был, побывал в Прильбрусе. Это Чигемские водопады, тренировка в горах и так далее. Это что-то для меня новое. Это развитие, опять же. Ну, в общем, Кабардино-Валкария мне дала прям такой вперед. Но это был ваш личный план подготовки? Или тренеры сборной переквалифицировали? Конечно, лично. Так оно получилось, что так вот все сложилось. И я принял решение, что нужно дальше оставаться в России, не ехать домой. Ну, потому что я вынужден просто пережидать. Нет смысла переждать где-то в Подмосковье и так далее. Я поеду, лучше буду тренироваться где-то в горах. Поэтому это сыграло свою роль. И опять же, там сила духа, по-другому все. Все по-другому. Поэтому это огромный шепот и, опять же, это спонтанность. Спонтанность. Это очень круто, что так случилось. В этом секрет успеха вашего. Давайте скажем, что вы стали чемпионом России. Выиграли первое место. Да, все верно. Да, я выполнил международного мастера спорта российского. Да, то есть в России он выше, чем в Приднестровье. Я думаю, да. Потому что тренировки там проходили очень тяжело. На самом деле было первое время адаптироваться. Ну и как-то вдохновение приходило. То есть, опять же, ты на сборах. Да, все очень красиво, круто, питание. Но к этому ты быстро привыкаешься. Когда у тебя меняются условия, где-то горы, где-то непонятно что. Это что-то новое. Это развитие. В любом случае, смена деятельности, смена тренировок – это всегда развитие. Николай, ну вот для спортсмена уровня сборной, сборной России, выезжать на сборы международные, на международные соревнования – это норма. Вот вы, вам удалось за это время хоть где-то побывать за границей? Знаете, все на самом деле очень грустно. Наверное, кто нас смотрит, знает, что российская сборная отстранена от международных стартов. Просто отстранена в связи с допинг-скандалом, который был ранее. И у меня получилось поехать на чемпионат мира, на чемпионат Европы в нейтральном статусе. То есть, без флага, без гимна, никакого триколора. Просто ты человек, приехал и выступаешь. Вот, опять же, сейчас будем надеяться, что, возможно, возобновят выдачу нейтральных статусов. Потому что сейчас не выдавали никому, я действительно много упустил. Это, опять же, развитие, другие ребята, другие соперники. И когда ты соревнуешься внутри страны – это оно. Когда ты ездишь куда-то в другое место и совсем другой уровень – это совсем другое. Поэтому это очень грустно, что сейчас так. Опять же, на два года дисквалифицировали всю сборную. Опять сейчас, с недавнего времени это стало известно. И, возможно, нейтральные статусы будут выдавать. Но будем надеяться, я очень хочу, потому что это развитие, и это то, ради чего я тренируюсь. Ну, мы знаем, ради чего вы тренируетесь. Ваша цель была на этот год – это Олимпиада в Токио. Олимпиада не состоялась, перенесли ее на следующий год. Тут другая плохая новость в том, что Россия дисквалифицирована на два года. Все-таки цель – попасть на Олимпиаду в Токио. Есть на следующий год? Конечно, конечно, безусловно. Конечно, это цель каждого спортсмена – опять же, попасть и в дальнейшем выигрывать. Это самое важное для спортсмена. А что нужно спортсмену? Это статус, это выигрывать чемпионат Европы, выигрывать чемпионат мира и так далее. Поэтому так. Ну, а вот что нужно вам сделать для того, чтобы выиграть эту квоту хотя бы в нейтральном статусе и поехать на Олимпиаду? Хорошо, смотрите. Есть две системы отбора на Олимпиады. Это ты выполняешь норматив, там, 85 метров, 85 и несколько сантиметров, да? Либо ты попадаешь в 32 лучших спортсмена именно мирового уровня. То есть на сегодняшний день я являюсь 17-м. Но там немножко другая система. Там нужно баллы набрать. Но баллов я не могу много набрать, потому что я не езжу на международные старты. Международные старты, они дают очень много баллов. Поэтому если бы я ездил, набирал бы баллы, возможно, я бы попал на Олимпиаду. И поэтому я считаю, что единственный вариант это выполнять норматив. Давайте сейчас вернемся к этому году, к тому, что вся подготовка, она резко изменилась. От привычных планов пришлось отойти. Вот весной, когда был полный локдаун, да, скажем так, популярное слово сегодня, в том числе и в Приднестровье, и в России, все было закрыто. Вот вы говорите, вы уехали в Кабардино-Балкарию. В Кабардино-Балкарию. Да, вот вообще, откуда было желание тренироваться, настраиваться? Ну, понимали же, что там Олимпиаду отменили, чемпионат мира отменили. Откуда вообще желание что-то делать, если ты понимаешь, что в этом году это тебе не пригодится? Ну, знаете, когда ты идешь к своей цели, но, допустим, даже я вам больше скажу, непонятно было, что с чемпионатом России, будет ли он, не будет. То есть его то переносили, то там какие-то проблемы. И все равно я тренировался и продолжал, потому что, во-первых, это вдохновление, да, я вдохновлялся тем местом, ну, то есть я не мог не тренироваться. Для меня это прямо было что-то нечто. Вот, и второе, ты когда идешь к своей цели, ну, не важно, что происходит, просто не важно, какие-то проблемы, на следующий год, через год, а что, перестать заниматься и все? Ну, это тоже не вариант, потому что на следующий год, ну, мало ли, не знаю, получится, не получится у тебя. То есть нужно продолжать заниматься в любом случае, что бы ни было. Потому что ты идешь к этой цели, и достигать этого нужно. Спасибо большое. Мы связываем большие надежды с 2021, с наступающим годом, и желаем и вам, чтобы все ваши цели, задачи, ну, в первую очередь, как я понимаю, ваша мечта попасть на летние Олимпийские игры, чтобы все это удалось осуществить и выполнить то, что вы планируете. Спасибо большое, взаимно. Всех с наступающим. Всего доброго. Спасибо большое. Я напомню, с нами на связи был копьемитатель, выступающий за сборную России, наш терраспольский спортсмен Николай Орлов, действующий чемпион России. Ну, это было экспертное мнение. Сразу после нас новости на ТСВ. Не пропустите все самое интересное за день. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok